В России может появиться новый стандарт для злакового хлеба. Сегодня он пользуется большим спросом, особенно у любителей диетического питания. Однако единого регламента для изготовления такой продукции не существует. И нередко специалисты находят в такой выпечке ингредиенты, опасные для здоровья. Роскачество планирует тщательно изучить виды зернового хлеба и разработать чёткие требования к его производству. Что говорят об этой инициативе эксперты и какой хлеб выбирают москвичи, узнала Ольга Турченинова. Приглядеться, пощупать, максимум понюхать. Редкий покупатель задержится у прилавка, чтобы взглянуть на этикетку. Наличие или отсутствие четырёх букв ГОСТ более или менее гарантирующих качество здесь мало кого волнует. У нас много чего пишут, как говорится, на заборах особенно. Поэтому к этому относимся с недоверием. Лучше попробовать. Вот-вот-вот. Это же не колбаса, говорят покупатели, куда производитель может положить всё, что угодно. А всего лишь хлеб с семечками. Сюрпризов от ингредиентов не ждут. А зря. Помимо муки и семян и так далее, здесь куча всяких Е, куча всяких стабилизаторов, консервантов. И это в полезном, как принято считать, зерновом хлебе. Но оказывается, производитель ничего не нарушил. Ведь правил игры нет. Нет вообще понимания, что такое хорошо в злаковой и зерновой продукции, а что такое плохо. Этот пробел и решили устранить. Какие-то стандарты, которые позволят семечки считать. В том числе количество разных ингредиентов, оно также регламентируется. На столичном комбинате, где ежедневно выпекают тонны зернового хлеба, причём сразу четырёх видов, предложение ввести единый гост. Встречают в штыки. Они отличаются даже по цвету, по пористости мякиша. Это совершенно разные хлеба. Попытаться привести их в один стандарт, это означает, к одному стандарту означает, один будет в стандарте, два не будет. Главная задача для этой небольшой московской пекарни. Нет промышленных размахов, ручной замес. Хлеб из цельнозёрной муки ставку делают не на количество, а на эксклюзивность. И её потери для предпринимателя равносильно банкротству. Это такой процесс творческий, который вызывает и у ресторана желание работать с пекарней, и у гостей приходить в ресторан пробовать этот вкусный хлеб. А мы им что скажем? Один вид зернового, постанный артом, всё. В Роскачестве обещают выслушать всех, разрабатывать гост. И будут совместно с технологами, врачами и, конечно, производителями. А пока правил нет, самый безопасный хлеб – домашний. У москвички Татьяны Галушкиной свой рецепт зернового теста на ключевой воде. Обычная мука, отруби и семечки. Ольга Турченинова, Юлия Парфенюк и Анна Балан. Вести.